Цифры, за которыми стоят люди, сколько человек в нашем крае получают помощь от государства, почему для министра социальной политики важен Енисей и кем Ирина Пастухова хотела стать в детстве. Об этом и многом другом смотрите в нашем проекте «Место силы» с Натальей Жабыко буквально через 5 минут. Долгожданное открытие. Сегодня на Сопке впервые после реконструкции вновь стартовали прыжки на лыжах. Многие годы юные спортсмены были без нормального тренировочного места. Порой приходилось самим обустраивать себе площадки. О том, что построили и какую оценку оборудованию поставили лыжники, расскажем в сюжете далее. Первые прыжки на кластере Сопка сегодня совершают молодые летающие лыжники и тренеры. Два трамплина 20 и 40 метровый наконец доделали и отдали спортсменам. Раньше юным любителям зимнего спорта и тренироваться и выступать приходилось даже не в родном регионе. Здесь мы делали УФП, а потом выезжали на сборы, там тренировались, соревнования провели. Куда самое далекое приходилось ездить, чтобы тренироваться? В город Чайковске. Сколько километров? Точно не скажу. Ну, 200-300, там больше. Около 3000. 3000? Это просто, чтобы тренироваться? Да. Раз, очень. То, что теперь есть свои трамплины, где можно попрыгать, потренироваться. В 70-е и 80-е на Сопке были трамплины. Конечно, они устарели и к универсиаде их снесли. Новые сооружения куда сложнее и функциональнее. Специальное покрытие позволяет кататься и летом, и зимой. Лыжные трамплины достаточно сложное техническое сооружение. Требования, которые сегодня предъявляет Международная Федерация с точки зрения безопасности прыжков и кривых, горы разгона и приземления, достаточно сложные. Поэтому тут, безусловно, простые строители не смогли бы реализовать это. Строили эти объекты специалисты из Ачинска под присмотром представителей Всероссийской Федерации лыжного спорта. Был здесь, по-моему, из Финляндии специалист, который проводил шеф-монтаж вот этого покрытия, по которому приземляются спортсмены. И он оценил по 10-бальной системе уровень нашего строительной готовности. Все геометрии, тут же очень сложные углы, очень точные должны быть, прям минимальные погрешности в градусах. И он оценил по 10-бальной на 9,5. Конечно, было очень приятно. Первый 20-метровый строили в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» и национального проекта «Демография». Это деньги из федерального и краевого бюджетов в общей сумме 38 миллионов рублей. Второй трамплин строили только за краевые средства. Теперь основы техники юным спортсменам, увлекающимся прыжками и лыжным двоеборьем, осваивать будет куда легче, уверены тренеры. Кроме того, здесь можно будет получать спортивные разряды. Часть детей будет здесь тренироваться, это много значит. И для маленьких, они живут 4 года, мы же всех не можем вывезти, их у нас 200 человек, спортсменов. И выезжают 30-40 человек, это тоже. Мы, во-первых, сэкономим деньги и будем целенаправленно уже их тренировать. В 2022 году край отметит 90-летие зарождения прыжков и лыжного двоеборья в регионе. Трамплины же должны стать новой вехой в развитии молодежного спорта.